Ну что, зашли? Слава тебе, Господи! Это вообще то, что я сегодня уже вас вижу воочию, у меня мурашки уже идут по телу. Конечно, вы уникум. И я хотел бы, чтобы прежде всего пожелать, чтобы Бог вас поднял выше предельного возраста. Как Моисей говорит, от 70 до 80. Но я хочу, чтобы вы лет 100 жили, потому что вы, конечно, уникум. Сколько у вас есть времени, чтобы со мной поговорить? Первый вопрос. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, мне, пожалуйста, мне это все... Все, говорите, не ограничено во времени. Прежде всего, я хочу вас в одном деле подсказать вам. Вам подсказывать нечего. Но я хочу по Библии вам подсказать. Значит, вы часто бисер метаете перед свиньями. Зачем вы тратите свое здоровье на это? Вы знаете, дорогой мой, когда вышел сеятель... Что мне вам объяснять? Я просто хочу беседовать, как я понимаю. Вышел сеятель и сеял, то там было 4 почвы. И только в 4 почве все случилось нормально. Как я понимаю, если вы будете говорить 4-м человеком, в лучшем случае поймет только один. 25 процентов. И то это не работает. Будучи у баптистов несколько лет, был прекрасный человек. Я сам из Петрозаводска. Всю сознательную жизнь там учился, работал. И вы знаете, он пресс-фитер... Он столько сил потратил, ему уже за 80 лет. Понимаете? И объяснял порой людям. Я просто... Для чего тратить свою жизнь? Вот я просмотрел сейчас кучу материала о вас. Я всего вышел на вас 2 дня. То есть случайно... Нет, конечно, это не случайно. И поразился глубине знаний. Человек энциклопедических знаний находится... В очень серьезном возрасте. И тратить время дуракам объяснять... Знаете, я недавно проповедовал в церкви по поводу глупости и скудоумия. И потому что, знаете, люди, которые... Я преподаю Библию здесь в Германии. И люди, которые говорят, что... Вот, брат, ты знаешь, рака нельзя говорить. Я говорю, возьмите словарь Даля, возьмите словарь Ожегова. Вы понимаете? И вы придете к выводу, что скудоумие и глупость, она синонимы дурак. И вы увидите, понимаете? И поэтому среди верующих очень много людей просто больных головой. Понимаете? И мне 70 лет. Не хочу я тратить сегодня... Вот я своему старшему пастору сказал. Не хочу тратить свою жизнь. Понимаете? Он мне говорит, давай вот это, давай вот это, давай вот это. Но если человек скудоумный... Там же написано в девятой притче... Ну, написано. Обратись ко мне. Там же четко написано, смотри сюда. Вино разбавлено мной мудростью. Никакие проповеди ему не помогут. Ему нужно только смотреть в Слово Божие. Я все-таки не буду вас... Я от волнения забыл ваше отчество. Еще раз скажите мне. Игнатий Тихонович. Я не буду вас никогда Игнатием называть. Тихонович. Тихон переводится приносящий счастье. Игнатий Тихонович. Конечно. Сегодня самая большая моя мечта это приехать к вам. У меня много вопросов накопилось. Потому что, вы знаете... Меня выгоняли с трех синагог. Я же еврей по национальности. Когда в одной синагоге, в Петрозаводске, когда-то организовывалась синагога, я сказал, что в жизни не бывает ничего случайного. И то, что в Польше, только в одной Польше, ушло, погибло почти полтора миллиона евреев в концлагере, в концлагерях, и то, что произошло с евреями, это не просто, это не случайность. Потому что, насколько я понимаю, государство, Бог устраивает так. Если мы... Да? Как где там написано, что у него есть посох, и у него есть жезл, да? Есть наконечник. Если мы зажерели, он тянет нас назад. Так вот, что интересно, Игнатий Тихонович, как я понимаю, шесть миллионов моих соотечественников погибло во время войны. И я это как случайность не рассматриваю. Потому что на протяжении всей Библии Бог ставит охрану. И если люди не понимают, Бог охрану снимает. И государство, между государствами, начинаются терки, и еврейский народ всегда, всегда в это время погибал сотнями тысяч. Это было, вы знаете, в Барсгаус и Фрон в словаре, но я его смотрел давно, еще когда только покаялся, это было лет 20 тому назад, там есть такое, вы можете посмотреть, евреи, и там написано, что когда, после того, как распяли Христа, буквально через, я не помню, через сколько, несколько десятков лет, с евреями были катастрофы везде. В Испании, в Португалии. Сотнями тысяч их топили, сжигали. То есть происходили совершенно жуткие вещи. Я понимаю Библию так, немножко не так, как вы. Я хотел бы не то, что вас научить, а я хотел бы, чтобы вы меня поправили, потому что человек, располагающий такими знаниями, как вы, может подсказать очень многое, потому что последнее, на чем мое стоит понимание Слова Божьего, я для себя открыл, я не знаю, читали ли вы его, есть такой шотландский учитель хороший Божий, его фамилия Баркли. Говорит вам что-нибудь это? Конечно. Он толковал разные места эти, и Карлинфином, и Галатом. У меня целая серия была. Совершенно верно. У него есть толкование Нового Завета. Да. Для меня он сегодня, конечно, он отложил отпечаток. Что касается Ветхого Завета, мои знания базируются прежде всего на... Есть такой... Мэтью, говорит вам что-нибудь английское? Не говорит еще. Как я говорю? Мэтью нет. Нет, не говорит. Мэтью нет, да? Генри Мэтью. Евгений Берсиа говорит. А, нет, я не считаю. Мэтью. У него есть полностью Новый Завет. Минутку. Так, Никита, подойди, дай Нового... А, нету здесь Нового Завета. Никита, достань, Новый Завет. Если сможешь, вон там трехтомник достань. Посмотри как. Аккуратно так, не уронить, чтобы... Вот такой... Вот такой Мэтью у меня. Значит, Игнатий Тихонович, я хочу прежде всего... Две вещи. Буду сбивчиво говорить, волнуюсь. Прежде всего, пригласить вас на отдых к себе. Оплачу дорогу, самолет, все. Хочу, чтобы вы приехали сюда. Просто отдохнули. Насколько угодно. Можете на месяц, можете на три дня, можете на пять, можете на шесть дней. Просто приедьте, и я вам сделаю просто отдых, экскурсию. Я живу в таком городе... Это небольшой городок. Может быть, вы и не слышали. Хотя вы с классической литературой дружны, поэтому вы, наверное, его знаете. Есть такой город Баден-Баден. Конечно. Вот, я живу в Баден... Православный храм большой есть. Ну, он небольшой, он небольшой. Но там, знаете, в этом православном храме это отдельный как-нибудь разговор. Там даже это... Мы в зоне Берге были. Два года подряд ездили через зону Берг. Куда-куда? Мы из Германии. Два года через Германию проезжали. Наша миссия была до Испании, Португалии. Ага. Обязательно, значит, я вам... Вот там у вас сидит паренек, да? Пусть он сразу запишет мой адрес, потому что вдруг кто-то, Бог вас пошлет, чтобы у вас был мой адрес. Обязательно. Мы найдем. Вы не говорите пока. Потом мы легче спишемся, если нужно будет. Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста. А вам вот такой известный... Нет, вот видели, нет? Новый Завет. Толкование Блаженного Эпилакта. Нет, у меня его нет. Это мое издание издал. Лучшее издание за 2000 лет. Полное толкование Нового Завета по Святой Ватне. Вы знаете, я видел в ваших передачах это. Я вообще все, я вообще хочу все, что у вас есть, и ваши книги, я хочу все это купить. Сколько бы мне не стоило, потому что я увидел, что там такие знания, которые я сегодня по крупицам собираю, 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 собираю. Но то, что вы говорите, связано с энциклопедическими знаниями, это, конечно, такого я вообще... Я обалдел. Я когда просто смотрю, Игнадий Лапкин. Это не случайно, конечно. Набрал, думаю, что это? Ну, думаю, еще какое-то там, что-то там говорит. Много кто говорит. Но смотрю, нет. Все обосновано. Я единственное хочу, чтобы Бог, конечно, прежде всего вас хранил. Но вы знаете, я просто хочу вам есть... Кто это из великих людей так сказал? Врагов нет только у урод и сумасшедших. У остальных всех есть враги. Поэтому, понимаете, то, что случилось с Адельгеймом, знаете, да? Конечно, Павел. Да. Понимаете, это... Ну, я его слушаю высокой культурой речи. Понимаете, и то, что вот это происходит, то, что могут вообще вот это в России... Дьявол, Сатарна может вот так вот действовать, через людей прийти, всадить нож. Ну, что это? Вы знаете, я когда-то был, если я не помню, когда лет 20 тому назад, а нет, больше, я еще в православную церковь ходил тогда. А потом, я вам честно скажу, на православии я понял, что с теми людьми, с которыми я имел дело в православии, я увидел, что это фальш. Хотя я вложил огромные туда средства. Я ездил по монастырям. Я жил три дня в Коломне, в женском монастыре. Я жил в монастыре, в Трольско-Серьевой лавре. Разговаривал с монахами. Ну, извините, есть, конечно, монахи образованные, и все. Но я разговаривал с людьми просто, которые просто... Но здесь не очень далекие люди. Там не о чем было говорить. Три дня мы там тоже жили. И чтобы там к науму к этому пробиться, нам три дня там сказали, там, поклоны, отбивать все. Я не совсем понимаю вас с вашими поклонами, с вашими установлениями чисел определенных. Вы знаете, я вообще честно вам скажу, Я считаю, что то, что в Писании написано, то свято и то правильно. Что придумал человек, а люди разные. Читая «Житие святых», я вижу, сколько многое придумал человек. Скажите, пожалуйста, вот я сегодня, в православии, я не знаю, в вашем понимании есть это или нет. Я сегодня не нахожусь в прелести, как о вас пишут. Я читаю рецензии вообще людей, что о вас пишут. Но это же вообще, но... Поэтому мне очень жалко вашего здоровья. Мне очень жалко, что вы будете с этими людьми, которые такую грязь, которые вообще не понимают вообще, что такое Слово Божье. Не могут ни одного аргумента говорить о человеке, который богословие сегодня подает вообще с такой интересной стороны, что я просто в шоке. В таком духовном шоке, если можно сказать. Вы знаете, извините, волнуюсь очень. Потому что я не думал, что я сегодня... Думаю, вы настолько заняты, что я сегодня смогу уже выйти прямо на вас. Но... В Библии нет ни про поклоны. В Библии нет многих вещей, о которых вы говорите. И подаете их как истину. Для меня вот в Библии написано... Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня 50 лет в Господе. Практикуется ли в вашей общине? Вы возложите руки на больных, и они будут здоровы. Вообще правильно с греческого. Я занимаюсь немножко греческим и еврейским, чтобы точно переводить по словарям. Если точно перевести, там будет такое... Это я имею в виду 16 главу Марка. Последнюю главу Марка. Уверовавших, что буду сопровождать, да? Вот харизматы, они любят вот это, но у них не получается. Потому что если человек будет поститься, если человек будет молиться... У меня шестеро детей. Есть вещи. Я возлагаю руки, они исцеляются. Колено, головная боль. Вот у меня Мария, которая вас искала ей 15 лет. Она недавно вообще ползала, понимаете? Я делал... Вот как я делаю. Вот она заболела, 15-летняя девочка, в школу не пошла, в гимназию. Все, говорит, папа, не могу. Бледные губы синие. Я говорю, будем по Библии делать. Помазал елеем. Возложил руки. Я говорю, ты веришь, что кисти личные? Верю, папа. Вышел, через 40 минут пришел. Я говорю, ну что, есть легче? Нет, папа. Пришел второй раз. Опять помолился. Опять помазал елеем. Я говорю, есть? Чуть-чуть, папа. И так было 7 раз. На седьмой раз, это где-то через статья 3-4, она вскочила и говорит, хочу кушать. Многие люди, которые работают с возложением рук, они возлагают. Для меня, вот вы сказали очень хорошую фразу. Вы, конечно, мудрец. Что тут говорить? Вы сказали хорошую фразу. Мне понравилось. Стучитесь. Да, чтобы вы нашли вас. Да, стучитесь. Совершенно верно. Но. Вы помните, Илья сидел, да, голову положил в колени. Говорит, посмотри, что там. А ничего, он говорит. Еще раз посмотри, ничего. Там на пятый... Да, где-то там тучка выходит. Все, он подошел к Гахаву, сказал, быстрей, потому что пойдет дождь. Илья, который... Это я объясняю пятидесятникам и харизматам. Илья. Кто мы и кто Илья? Он до 7 раз. Второй пример. Иисус, когда исцелел слепого, раз, ничего не получается. Иисус. Потом что говорит? Видишь что-нибудь? Да, смутно, люди там, как деревья там все. Несколько раз и все. Иисус. Мы, простые смертные, хотим возложить руки и моментом, что было. Но. Игнатий Тихонович, это работает. И работает очень сильно. Баптисты это отрицают полностью. У меня к вам вопрос. Возлагаете вы руки на больных или нет? Открыто вот так. Нет. Почему? Ну, потому что просят помолиться. Я помолился, и он здоров. Из Германии как раз и просят не один раз. Проходит два часа, здоров. Вот одна из вас из германцы, немка, позвонила. Откуда она узнала? Из русских она. Разговаривает хорошо. Ребенка, один внук, и на операцию, порог сердца. Я говорю, а у вас что, в Германии некому молиться? Ну, я слышал, вам Бог отвечает, то другое. Ну, вот теперь я послушаю внимательно. Вот я уже помолился. Ребенок умрет через пять минут после начала операции. Такова воля Божия. Вы согласны? Я помолюсь сейчас. Она остановилась и молчит. Вы понимаете, я волю Божию не могу изменить. Это Бог делает так. Потому что все мы смертные. Молиться или не молиться? Вот она, понимаете, она встала и ждала, ждала. Я говорю, так все-таки один ответ только должен быть. Да или нет? Да, значит, я на колене сейчас остановлюсь, простираю руки перед Богом. Помолитесь. Я говорю, благая участь вам известна будет от Бога. Прошло часа четыре, операция закончилась. Ребенок хороший, но температура ползет просто ужасно. Еще помолитесь. Проходит минут двадцать, она звонит, температура резко пошла вниз. И она теперь, каждый день, каждый день мне столько просьбой. Я молюсь, и обратно, вот мы все сразу на молитву. Молитва кончилась, проходит там, бывает до конца дня, там на операции очень тяжелые. Звонят так, да теперь благодарением. Теперь все на молитву на благодарность. И вторая ступень. На молитве три ступени. Первая – простительная, вторая – благодарственная, третья – славословие, аллилуйя, слава тебе, Боже. Вот только вчера получил благодарность. Уже перед сном, перед самым. На наш ресурс вышел человек. Ну, очень такой поисковик настоящий. И дал сектантам, там, баптистам, пенсятникам, католикам. Один тут же перешел в православие. Второй, говорит, сейчас все толкует по православному, а католик тут же принял православие. Я уже перед сном получил три известия сразу. Благодаря нашим только роликам. Моего-то там ничего нету. Молитва, она наша ничего не значит. Просто открывает доступ к Божьей благодати. Вот вы сказали евреи. У меня для всех вопрос, который ко мне приходит. Скажите, вы хотите быть благословенными? Вы понимаете, что означает благословение и какие блага несет? Ну, вот, хорошо, жена, дети там начинают. Давайте возьмем это за основу. Хочешь быть благословенным? Ты должен две грани увидеть благословение, Благословение, а остальное посредине. Первое. Никогда, нигде не проклинай детей Авраама, евреев. А только благословляй. В этом первое благословение для всего мира. Никогда и нигде не проклинай сынов Авраама. Это вы говорите по Библии все правильно. Но, но, я в своей церкви, в одной, она распала, здесь было 120 человек. Вот, но я говорил, там было три или четыре еврея. Я им говорил, что есть, вы понимаете, есть качество характера, которые евреи, вот этот Мэтью, который у меня, он очень четко подметил все еврейские черты. Не потому, что он антисемит. Я не антисемит, если я еврей. Я не антисемит. Я не могу быть антисемитом. Но я вам скажу. Здесь, в эмиграции, я живу 10 лет, и я знаю причину, начинаю понимать причину антисемитизма. Есть вещи, которые сопутствуют народу. Они его характер. У русского народа один характер. У евреев другой, у немцев, например, посмотрите. Я впервые увидел такой народ. Зайдите к нему в кель, в подвал. Зайдите к нему в гараж. Зайдите к нему куда угодно. Каждая вещица на своем месте. Даже вы знаете, Игнатий Тихонович, вот такая коробка большая, да? В ней такие ячейки. И вот он будет сидеть, молодой или старый, и эти болты, если бы перемешались. Шайбы все это по размерам. Не так коробки. У них вот этот по-немецки порядок Ортнун, он их генетический. Поэтому у них нет ни нефти, ни золота, ни серебра, ни полезных ископаемых. От того, что у них генетический порядок в башке, у них порядок в экономике. И у них жизнь великолепная. Я работал, знаете, кем? Я работал в последнее время в Карелии. Директором ресторана. Сам я музыкант по образованию. А потом музыка не кормила, и я пошел в торговлю. Хотя, знаете, помните, у Сираха, по-моему, написано где-то, приучая сына к торговле, значит, что ты приучаешь его к воровству. Где-то такое написано. И между продающим и покупающим всегда стоит грех обмана. И это факт. И никуда от этого не деться. Вот. Но я хочу вам сказать вот что. И, видите, все сбиваюсь, потому что очень сильно волнуюсь. Игнатий Тихонович, вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите православие. Только поймите меня правильно. Я не критикую вас. Я не имею права вообще, потому что мои знания, они, ну, они в миллион раз меньше, чем ваши. Хотя я посчитал, что я прочитал примерно... Я читаю примерно 30 страниц в день, обрабатываю. Ну, на протяжении, да. То есть это 10 тысяч в месяц. 10 тысяч в год, да. Ну, 20 лет, вот я этим занимаюсь. Ну, вот. Вот так примерно 200 тысяч, наверное, машинописного текста я уложил, кроме словарей. Но я хочу сказать, я не могу понять. Вот вы говорите православие, 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 православие. Нет этого слова в Библии. Есть в Библии. В Библии есть следующее. Вера евангельская. Тут нажать. Вера евангельская. Да. Мы верим на основании четырех евангелий. А то, что появилось... Есть такой справочник Гелея. Я не знаю, вы знаете этот справочник или нет. Есть такой... Так у него в 63-м году или в 68-м там 300 течений было христианских. Ну, это от мормонов, от православных там до Египетов. 350. А сегодня я заглядывал в какой-то справочник недавно. 4 тысячи. У вас есть справочник? Есть очень хороший справочник? Корх такой. В Америке он сейчас живет. Жил в России. Нет такого. Библейский справочник. Очень хороший. У нас есть Григория Дищенко. Отца Григория Дищенко. Нет, у меня нет. Это большого формата, 1100 страниц примерно. Это интересно. Я вообще хочу, знаете, вот как только свободное будет время, экономически как-нибудь, конечно, я беру сумку и туда хочу к вам приехать, потому что я хочу сесть спокойно где-нибудь там, читать это все и посмотреть на этот, на ваш народ. Интересно. Очень интересно. Ну, смотрите. Смотрите. Значит, одну из передач я смотрю ваши. Да, я их сутками смотрю. Вот я начинаю в 11. Сейчас у меня есть свободное время. И до трех ночи смотрю ваши все. Больше ничего для меня не существует. Заходит на собрание к вам женщина в беретике. Ой, у меня муж, надо в командировку ехать. Это самое. Заболел. Молитесь. Вы ей отвечаете. Да как же он поедет, если он больной? Ну вот, молитесь все. Вы понимаете? Вот это я не могу понять. Почему мы не объясняем людям? Да молитесь прежде всего сама стань на колени. Вопи к Богу. Он тебя услышит. Чего ты говоришь собранию молиться? Никогда в жизни. На протяжении 20 лет. Я не обращался никогда никому, чтобы молились. Хотя у меня бывшая жена была в коме. Я заходил к ней, возлагал руки в реанимацию. Меня в бахилы закутывали. Возлагал руки и молился. И через два дня человек вышел с комой. Понимаете? И вы зачем? Я стучусь туда. Бог должен видеть мое сердце. Молитесь. Да что такое? Почему ты не молишься? Вот это мне непонятно. Понимаете? Вот люди просят вас. Они потому что понимают. Или они не знают Слова Божьего. Или они не имеют контакта с Ним. Каждый должен человек, как я понимаю, иметь личную связь с Богом. Личный контакт. Убедиться, разговаривать с Ним. Это Библия говорит. Это не я говорю. Нет. Сегодня Лапкин учит так. Завтра Тяпкин учит по-другому. Завтра там какой-нибудь Никонов говорит по-другому. Сколько я за 20 лет этого мусора собрал здесь. Понимаете? Чтобы потом отсеять и оставить действительно. То вот эти жемчужины вот эти драгоценные. Вот это мне... Так вот, у меня первый вопрос. Почему католики... Вы знаете, я имел дело здесь с католиками. С истинными католиками. Интересные люди. Настоящие католики. Такой широты души. Такой широты сердца. Понимаете? Все. Но, будучи у них на литургиях, я не признаю вот это. Понимаете? Когда он сам пьет чашу. А этим всем прихожанам он дает этот самый... Облатка. Облатка. Да. А в православии это называется как-то... Просфора. Да. Просфора. Да. Да. Понимаете? Не признаю я такого причастия. Вот у меня сейчас в церкви моей... Новую церковь организовали. Ну, старая распалость, в которой я здесь был. А приехал я сюда, я был у баптиистов. До этого я был у харизматов. До этого я был в православии. То есть подскакал я. Понимаете? Но слушайте. Ваше православие, может оно и правильное, как вы это мучите. Но то, что я был в Петрозаводске в православии. Слушайте. Я помогал... Простую вещь вам сказать. Помогал женскому монастырю. Приезжаю с серьезным лицом. Со вторым лицом в Иерархии. Карелии. Пусть он, даже если услышит, пусть он слышит. Отец Олег. Приезжаю я в женский монастырь. Они мне там звонят. Там была матушка. Звонит Георгий. Говорит, что надо? А это были, знаете, жуткие годы. Это когда вообще просто ни продуктов, ничего не было. А так сказать, как я имел доступ к этому. Понимаете? В торговле работаю. Я им везу там мешок муки, мешок сахара. Коробку 20 килограмм сливочного масла. Гречки, мешок. А гречка это была вообще. Приезжаю туда. И привез пакет, знаете, есть такая популярная конфета. Мишка Косолапый. Конфеты. Знаете, Илья Тихонович? Нет, не знаю. У нас конфеты не употребляются. Вообще не употребляются? Нет, это по зубам. Это в стоматологический уже кабинет пойдет туда клиент. И дети не едят конфеты? Нет, надо только мед. Чистый мед покупать, если желаешь. Но это есть такая работа. Есть такие богословы американские хантеры. Харизматы. Они то же самое. Они на основании слова Божьего то же самое говорят. Да. И вот вы знаете, приезжаю я туда. Маша, убери. Я не вижу лица Игнатия. Я не умею компьютером пользоваться. Убери вот эту штуку. Что это такое? Да, я сейчас думаю, выключить кабинет. Вот. И вы знаете, а вы меня видите, да? Ах, хорошо я вижу. Ну, слушай. Да, мне нравится, конечно, мне нравится, во-первых, острота ума, и мне нравится, конечно, ваш юмор. Но он, конечно, потрясающий. Так вот, привез конфеты. Матушка говорит, это то, это те, я называю, причины, на которых, из-за которых я на православие поставил крест. Монашка спрашивает у нее. Монашке лет 80. Матушка, конфеты-то куда? Она говорит, в комод, в мою келью там. Что это означает? Видать, Маша что-то перепутала его. Что значит перепутал? Ну, он просил помочь, чтобы она включила что-то, она, видать, не то нажала. Ну, ничего. Еще непонятно, что он позвонил. Приглашает вас приехать в Германию. Не, я не поеду, ни ему сюда разрешения нет. У нас нет нужды ехать, и запрещено приглашать. Так что, я должен в конце сказать. Ну, еще теперь ждать. На этом закончить? Ну, да, все. Так, все. Давай на этом закончим. Отключаем. КОНЕЦ Продолжение следует...